Сегодня в номере смотрите. Верховный суд не поверил оборотню Калимулину. Эпизод с псевдопотерпевшим, вменяемый Елене Базановой, вернули на доследование. В Серпуховском районе открылся завод «Витроплитка» стоимостью 27 миллионов евро. 500 автомобилей марки «Опель» построили полукилометровую надпись в парке Драгена. 12 октября состоялось заседание Верховного суда России по касационной жалобе адвокатов Елены Базановой, заместителя главы Серпуховского района. Суд вернул дело на повторное рассмотрение в областную инстанцию. Причем рассмотреть его Мособлсуду теперь предстоит в другом составе, что в общем-то совершенно неудивительно. При такой массе нарушений, допущенных судом предшествующей инстанции, отклонить жалобу было бы просто невозможно. Напомним, что судья Московского областного суда Регина Богачева незаконно вела процесс в закрытом режиме, не приобщала к делу доказательства, подтверждающие, что псевдопотерпевший Каримов является штатным провокатором, сотрудником третьего ОРБ ДЭП МВД России, полковником Калимулиным. И выступал в суде этот человек по фальшивому паспорту. Регина Богачева не заслушала заявленных свидетелей защиты и, самое главное, не приняла во внимание, что в деле вообще отсутствует не только реально потерпевший, но и сам факт взятки. Все это заказное дело нужно было только для того, чтобы отомстить Александру Шестуну за арест сотрудника Генеральной прокуратуры Сергея Абросимова. В 2009 году Абросимов вымогал с главы района 5 миллионов рублей, но был пойман с поличным. А позже Александр Шестун стал ключевым свидетелем по делу о нелегальных казино, и этого ему не могли простить. Самому Шестуну прокурорская мафия отомстить не смогла, и тогда оборотни подло ударили по его подчиненной. Ради этой цели, не гнушаясь никакими противозаконными средствами, в единой связке сработали прокуроры, МВД и суд. Оборотень в погонах, полковник Калимулин, действовал по указанию прокурорской мафии Александра Игнатенко и Дмитрия Урумова, которые проходят по делу о нелегальных казино. Об этом прямо говорит в своих показаниях по делу о незаконном игорном бизнесе бывший заместитель областного прокурора Станислав Буянский. В вопросах по отношению лиц, представляющих угрозы для совместного бизнеса Назарова и сотрудников прокуратуры Московской области, Игнатенко и Урумов обращались к одному из руководителей ДЭП МВД России, Севастьянову Дмитрию. Так мне стало известно, что именно по просьбе Урумова к Севастьянову сотрудниками отдела Севастьянова было заведено дело оперативного учета, то есть прослушка, в отношении Шестуна Базановой. Целью возбуждения уголовного дела в отношении Базановой являлась возможность оказания на нее давления с целью дачи каких-либо показаний в отношении Шестуна о фактах каких-либо противоправных действий и в последующем инициировать уголовное преследование в отношении последнего. Московскому областному суду также был смысл играть на стороне прокуроров. Заместитель председателя Мособлсуда Василий Говрячков вместе с бывшим зампрокурора области Александром Игнатенко, который сейчас находится в бегах, имел коттедж в элитном дачном поселке Силанс. Тем не менее, Базанова не оговорила своего руководителя и как результат обвинений по всем эпизодам и практически максимальный срок – 7,5 лет лишения свободы. Здесь невольно напрашивается аналогия с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. На днях ее тоже признали виновной и посадили на 7 лет. И хотя эти два процесса несопоставимы, но в одном фундаментально похожи. Оба приговора – результат политического давления и осуждения не по закону, а по политической воле конкретных лиц. В случае с Базановой теперь появилась надежда, что при повторном рассмотрении Мособлсуд все-таки будет действовать в рамках закона. И вполне возможно, что оборотень Калимулин, на счету которого не только десятки загубленных судеб, но и жизнь умершей в СИЗО Веры Трифоновой, понесет заслуженные уголовные наказания. Автопарк станции скорой помощи пополняется. 7 октября депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Сергей Фатеев вручил медикам ключи от новой машины в присутствии руководителей ЦРБ и Управления здравоохранения Серпуховского района. Наказы, которые избиратели, обращаясь ко мне, просили выполнить, я вот сегодня торжественно выполнил. И хочу сказать, что это не последний автомобиль, который до конца года будет передан нашей Центральной районной больнице. Базовый автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей еще предстоит укомплектовать медицинским оборудованием. И уже в ближайшие дни он будет выезжать на вызовы. Еженедельно у нас станция скорой помощи Мос ЦРБ обслуживает в среднем около 200 вызовов в районе. Очень своевременный и высококачественный автомобиль. Таких бы подарков побольше и было бы очень хорошо. Но хотя бы уже оперативность в работе достигнута. Все-таки согласитесь, за этот год даже не четыре, а пять машин пришло новых. Пять машин новых мы, конечно, достигли. У нас сейчас задержек гораздо меньше. А пятая машина, которую вы видите, она специально предназначена именно для детской бригады. Всего же в распоряжении станции скорой помощи имеется 13 рабочих машин. Все они работают на круглосуточном дежурстве, поэтому износ техники очень высокий. Скорая выезжает по звонку в самые удаленные части района на расстоянии в 47 километров. Еще одну громкую победу одержали спортсмены конно-спортивной школы «Пегас». 8 октября Владимир Мартенс выиграл областное первенство по конкуру среди юношей и юниоров. Он выступал на лошади по кличке Тоника. И хотя ему противостояли десятки опытных всадников, победа осталась за районным спортсменом. Контингент был довольно-таки сильный. Съехались сильнейшие спортсмены Московской области. И боролись все за победу. Победа – это не первая, но крупная возможно. В Серпуховском районе открылся завод стоимостью 27 миллионов евро. Компания «Витро», мировой лидер по производству керамической плитки, запустила еще одну, уже четвертую очередь завода в нашем регионе. Почетными гостями церемонии открытия стали президент промышленной группы Эджа Заджибаши, посол Турецкой Республики в России и глава Серпуховского района Александр Шестун. Они торжественно перерезали символическую красную ленточку и отправились на экскурсию по заводу. Производство линии уже запущено. Гостям были представлены все этапы производства – от приготовления смеси до упаковки продукции. И каждый смог не только увидеть, но и пощупать турецкую плитку, только что сошедшую с конвейера. Мы будем производить 4000 номинований продуктов, в том числе плитку под брендами «Витро» и «Вилеры энд Боч». Начальные производственные мощности составят 3,5 миллиона квадратных метров плитки в год. Мы думаем, это только начало, и в будущие годы увеличим количество выпускаемой продукции. Главным образом завод будет специализироваться на выпуске напольной и настенной плитки, а также керамогранита. Продукция завода будет продаваться как на территории России, так и на международном рынке. Запуск производства именно в Серпуховском районе не случайен. Есть много факторов, которые привели нас именно в Серпуховский район. Во-первых, это расположение возле наших ключевых рынков. Затем инфраструктура, которая позволит нам развиваться. В первую очередь это электроснабжение. И еще мы получили огромную поддержку от главы районной администрации Александра Шестуна и готовность сотрудничать с иностранными инвесторами. Завод «Витроплитка» даст 200 рабочих мест жителям Серпуховского региона. На очереди строительство второго завода «Витро», который будет выпускать сантехнические изделия. Жители деревни Правая Ящерова, Донковского сельского поселения, могут остаться без дороги. Руководство садового товарищества «Ящерки», начинающее строительство нового коттеджного поселка в деревне, пренебрегая интересами соседних садоводческих товариществ и местных жителей, хочет перерезать забором одну единственную дорогу. Заблокированными могут остаться около 300 домов. Как на вертолеты будут сюда заезжать? За нами еще несколько товариществ садоводческих, которым вообще не проедешь. Вы общались с владельцами этого товарищества? Что они говорят? На вертолеты будете летать. Наша земля. Мы едем дорогу, здесь уже лет по 50, если не больше. Я здесь 45 лет живу, и эти дороги здесь были сызнова. Оставьте дорогу, потому что люди строятся, пожарные машины проходят. Понимаете, за нами люди там тоже живут. Не дай бог пожар, вот по этой дороге, которую они сделали, невозможно пройти. Просто мало того, что никакого уважения к местному населению. Дорогу, которую мы отсыпали в свое время общими усилиями, взяли, значит, размазали тонким слоем вот этого шебня, а теперь они считают, что это их собственная дорога, и что хотят, то и делают. При этом садовое товарищество «Ящерки» якобы нашло компромиссное решение. Без разрешительных документов товарищество начало строительство новой дороги в объезд будущего забора. Причем дорогу это назвать трудно. При первом же сильном дожде ее, скорее всего, смоет. Не проедет здесь и спецтехника, и случись что, местному населению уже не придется рассчитывать даже на помощь пожарных. Обеспокоенные граждане обратились за помощью к администрации поселения, и вот что выяснилось. Но дело в том, что, во-первых, они производят самозахват территории, принадлежащей Донковскому сельскому поселению. Нельзя проявлять такое неуважение к органам местной власти, не имея на руках ни разрешения на земляные работы, ни проекта строительства новой дороги, которой они пытаются под видом решения вопроса это дело сделать. Поэтому мы были вынуждены обратиться в соответствующие структуры. Ну, произошла, по-видимому, ошибка кадастрового инженера, когда формировался этот земельный участок. Дабы исправить недоразумение, Донковская администрация предложила ящеркам альтернативное решение. Другой равноценный участок вместо того, по которому проходит единственная дорога. Ведь и речь-то идет о смешном клочке земли, всего 54 квадратных метра. В настоящее время в товариществе рассматривают предложение администрации. Молодежный состав клуба «Молодая гвардия» вошел в мини-футбольный сезон на мажорной ноте, выиграв стартовую игру первенства России среди дублирующих составов команд Суперлиги у футболистов ЦСКА-2 со счетом 4-3. А игра с дублем норильского никеля, прямо скажем, не задалась. Все атаки в лучшем случае доходили лишь до штрафной площадки соперников, которые напротив были просто заряжены на игру в атакующий футбол. Не прошло и четырех минут сначала, и норильчане уже распечатали ворота молодогвардейцев, а в середине тайма забили и второй гол. После этого практически каких-либо надежд уже не осталось. Во втором тайме счет стал 3-0, затем 4-0. Потом одна из немногозначительных атак хозяев площадки завершилась удачно – 4-1. Но дальше успех районная команда развить не смогла. 5-1, 6-1. И лишь в конце игры молодая гвардия смогла еще раз поразить ворота соперников. Итог – 6-2 не в нашу пользу. Счет нас в принципе не устраивает, конечно, но у нас просто сил чуть не хватило. Играем на мораль волевых. У нас шесть человек просто один на красных, на желтых карточках сидит. Просто силеных нам не подвели нас силы. А так в принципе ничем не уступали сегодня и могли засыпиться даже за победу. Воскресным утром на подъезде к парку Дракена появилась организованная колонна автомобилей «Опель» с флагами и клубной символикой. Создатели первого российского «Опель-клуба» решили провести свой самый масштабный флешмоб – построить надпись из машин любимой марки и запечатлеть это действие с вертолета. На поле в Дракена собралось около 500 участников – от Калининграда до Урала. Сложно представить все то разнообразие моделей автомобилей марки «Опель», представленных в этот день на поле Дракена. От самых новеньких авто до раритетных, которых на дорогах не каждый день встретишь. И с трудом можно было поверить, что такой огромный путь автовладельцы преодолели ради своего увлечения. Даже по-настоящему осенняя погода мало кого испугала. Построение началось вовремя и без каких-либо сбоев. Четко по плану, если вы видите, это у нас будет сердце красное. Все идут по буквам. Разменчики сработали, молодцы, четко. То есть это мы уже, ребят, знаем с прошлого года. Администрация парка Дракена с пониманием отнеслась к нашей заде. Они как бы пошли нам на встречу, предложили свою помощь. И в том году мы здесь отстроились, мы поняли, что это самый лучший вариант. Пока одна часть машин выстраивалась в стройные ряды, другие автолюбители, которые уже нашли свое место в колонии, присоединялись к барбекю. Всего же на построении, как и предполагали организаторы, ушло три часа. И вот, когда все уже готово, в небо взмыл вертолет. И перед глазами очевидцев, наконец, предстала та самая надпись, которая держалась в тайне. Это слова «Мы любим Opel» размером в полкилометра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова